По проекту бюджета, представленному заместителем руководителя финансово-казначейского управления Раиса Янашкиной, в 2013 году большая доля бюджетных средств пойдет на обеспечение и развитие системы образования. Это 70% от 6,5 миллиардов рублей, составляющих районный бюджет. По сравнению с 2012 годом объем бюджетных средств увеличится на 10,6%, это плюс 636 миллионов. По структуре доходов основная часть бюджетных поступлений – налоги на физических лиц. Также 13,5% составляют доходы по упрощенной системе налогообложения. 350 миллионов рублей поступят от продажи материальных и нематериальных активов, 150 миллионов – от сделок землей. Порядка 60 миллионов рублей поступят по штрафным санкциям. Увеличение бюджетного финансирования в сфере образования в 2013 году обусловлено ростом областных субвенций – это 143 миллиона. Кроме того, с 1 декабря уровень заработной платы работников дошкольных образовательных учреждений вырастет на 50%. Отдельной строкой идут расходы на обеспечение школ с системами безопасности. Затраты на установку видеонаблюдения и постов охраны составят порядка 220 миллионов рублей. Бюджетное финансирование сферы здравоохранения в 2013 году составит более 600 миллионов рублей, на спорт запланированы почти 400 миллионов. По прогнозам финансистов, при исполнении всех статей расходов бюджета 2013 год район может завершить с долгом. Поэтому, как отметила Раиса Анашкина, необходимо привлечение дополнительных источников финансирования. Первоначальный прогноз, тот, который мы опубликовали в новых рубежах для рассмотрения, был увеличен более чем на 600 миллионов рублей. И поэтому первоочередной задачей всех администраторов доходов, всех структурных подразделений администрации, должна стать задача привлечения дополнительных доходов в бюджет района с целью финансового обеспечения, предлагаемых к финансированию и принятию в бюджете всех мероприятий, всех программ и так далее. Председатель комиссии Совета депутатов по бюджету и налогам Нина Гинтова озвучила позицию народных избранников, что бюджет необходимо одобрить. При этом добавила, что не всегда районные средства расходуются в полной мере, и процесс реализации бюджетных программ нуждается в оптимизации. Доля социальных расходов составит в 2013 году 5 миллиардов 974 миллиона рублей, что составляет 84,6 процесса. Это говорит о действительно социальной направленности бюджета депутатовского муниципального района. Депутат районного совета Александр Крутиков предложил направить бюджетные средства на дальнейшую информатизацию района, на создание информационного центра госуслуг и обработки данных, а также на обустройство лесопарковых территорий. Депутат Елена Антонова говорил о возможном строительстве в районе детского коррекционно-образовательного центра для детей с проблемами психофизического развития. К обсуждению проекта бюджета района глава Александр Гладышев подключил журналистов. Прозвучали вопросы о здравоохранении, культуре, образовании и о возможном создании в Одинцово арт-галерее. Итог конструктивного диалога подвел руководитель администрации Алексей Кондоранцев, который отметил, что районная власть открыта для прессы, а значит информацию о преобразованиях в районе всегда можно получить из первых уст. Продолжение следует...